часто слышу вопрос чтение чертежа как читать чертеж как начинающему специалисту научиться чтению чертежа и как его прочитать вообще что такое чертежи и как и чертежа получить какую-то технологию и как я делаю это просто грубо говоря в прямом эфире могу прочитать любой чертеж и набросать технологический процесс какое образование надо какими навыками и опытом надо обладать обо всем об этом мы поговорим в этом видео не переключать а я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей канал посвящен машиностроению металлообработки и всем процессом которые так или иначе с этим связаны сегодня я вам расскажу как я читаю чертежи как я пришел к этому какой нужен опыт об уровень образования для чтения чертежа от а до я об этом и всем поговорим итак первое к вам попадает чертеж естественно глядя на чертеж я имея большой опыт работы на машиностроительном предприятии я сразу вижу готовую деталь я сразу вижу в этом чертеже какие сложности возникнут при разработке технологического процесса при планировании производства при изготовлении подборе инструмента и так далее но я имею очень большой опыт почти 17 лет на предприятии поэтому у меня это получается автоматически один мой подписчик спросил так что же надо какое надо образование иметь какими знаниями навыками надо обладать чтобы так как ты в лед читать чертежи и я задумался а какой же процесс о чем я думаю когда передо мной появляется чертеж итак смотрите первое мы имеем чертеж сразу что мы должны первое о чем должны думать это какая заготовка у нас будет потому что зависимость от какая заготовка будет будет планироваться и порядок выполнения операций и подбор оборудования инструмента и так далее хорошо заготовок на самом деле не так много если детали достаточно сложные формы то подойдет допустим отливка да может быть штамповка многое зависит от материала самое популярное что применяется это штамповка поковка отливка то есть эти вот так сказать заготовки применяются чаще всего поэтому выбирая из этих трех вариантов вы сможете уже определиться какой вид заготовки у вас используется то есть это вас должно получаться автоматически когда у вас получилась какая-то заготовка то есть у вас голове то вы естественно первое что должны подумать как же снять весь лишний металл с этой заготовки чтобы приблизиться к контуру детали ну мы рассмотрим что у нас деталь к примеру не такая простая то есть она не просто грубо говоря проходит в один проход точится и отдается куда-то на дальнейшую сборку или доработку у нас деталь будет достаточно точная и вот эта деталь вы первую операцию которую вы должны у себя в голове заложить это операция снятия лишнего металла это может быть токарная обработка это может быть фрезеровали это может быть строгали различные операции которые позволяют работать по корке и получить полуфабрикат вот так вот при чтении чертежа вы сразу приходите к первой операции выбираете токарная фрезерная в зависимости от тела вращения у вас или какая-то габаритная деталь и какая-то корпусная деталь это вы смотрите второе на что вы обращаете внимание это вы обращаете внимание какие элементы помимо основной так сказать массы вашей детали еще в ней есть это могут быть шпоночные пазы это могут быть отверстия это могут быть шлицы это может быть зубчатый венец если это шестерня может быть и не один то есть следующее какой операция вы выбираете вы обращаете внимание какие у вас дополнительные элементы есть на вашей детали ну соответственно если у вас пасту вы смотрите какую фрезу подобрать какое приспособление если ваш шлицы вы естественно тоже смотрите на каком станке каким приспособлением и каким предпочтительным инструментом это все делать то же самое с отверстиями как их делать либо их делать по целине либо засверливаться либо использовать кондуктор либо обрабатывать обрабатывающем центре вот эти все мысли у вас должны возникнуть при чтении чертежа так сказать вылет хорошо все элементы которые у вас есть вы посмотрели обратите обязательно внимание на термообработку какая термообработка тоже это может от этого зависеть делать ли некоторые поверхности окончательно или все-таки оставить припуск так называемых для финишной обработки и к этому мы плавно переходим обрабатывая детали то есть делая все вот эти операции которые мы сейчас с вами обсудили вы должны не забывать что у вас есть финишные операции под финишные операции обычно их не больше двух то есть может быть какая-то допустим токарная обработка потом предварительное шлифование примеру потом нарезание зубчатого венца и уже после термообработки может быть финишное шлифование то есть протачивая деталь вы должны от первой операции уже простраивать маршрут по всем операциям в этом весь секрет чтение чертежа то есть примеру если у вас диаметр 45 окончательная заготовка у вас к примеру 50 вы естественно должны проточить снять 4 миллиметра и грубо говоря миллиметра оставить на диаметр то есть по пять десяток на сторону для шлифовки после термообработки это обязательное условие потому что забыв это у вас должно быть это на автомате вы должны не забывать это при при чтении чертежа ни в коем случае итак давайте подытожим что же лежит в основе чтения чертежа и все-таки какими знаниями надо обладать в принципе это смотрите первое выбирайте заготовительную операцию какая заготовка будет использоваться чтобы дальше планировать свою так сказать технологию или свой порядок чтением чертежа второе какие операции вы применяете чтобы снять весь черновой металл и приблизить вашу заготовку к окончательной форме которую вы должны получить по чертежу третье выбираете все элементы которые есть дополнительно не только ваши габаритные размеры а еще какие-то шлицы и пазы отверстия зубчатые венцы все что угодно какие-то фасонные может быть поверхности до разное бывает что-то может быть надо обрабатывать в сборе с какой-то детали обращайте на это все внимание это 3 4 обязательно не забываем при чтении чертежа запоминать какие поверхности вам необходимо обработать либо получистовым проходом либо после термообработки на финишной операции и вот когда у вас все эти пункты складываются один два три 4 5 по очереди то чтение чертежа для вас уже будет практически закончен вы сможете это сделать можете записать на бумагу и кстати отвечу на самый главный вопрос какими же знаниями знаниями нужно обладать больше здесь играет роль не знания а опыт работы особенно опыт сталкиваетесь ли вы по своему роду деятельности с чертежами и с разработкой технологических процессов в принципе вам достаточно знать простейшие операции механической обработки предварительно и окончательно токарная сверлильная шлифовальная фрезерная строгольная любые операции которые есть для снятия металла вот эти операции вы должны знать и знать как они применяются тогда вы сможете вполне себе профессионально прочитать чертеж набросать технологический процесс который впоследствии можно будет усовершенствовать положить так сказать на бланке и сделать уже достаточно серьезный документ на этом все друзья ставим пальцы вверх подписываемся на канал если впервые зашел и смотрим мои видео пока пока